Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я продолжу вам показывать свои покупки с Алиэкспресс. Покупки корейской канцелярии. В прошлом своем видео я вам показывала вот такой вот замечательный дневник-ежедневник-планировщик, который я заказала. И сегодня покажу, что же я еще такого купила, чем я буду украшать свой ежедневник. Итак, заказала я вот такие вот корейские стикеры. Липкие бумажки, узкие, тонкие. Раз, два, три, четыре. Здесь восемь видов. И вот так вот они выглядят с липким краем. Такие в пастельных тонах, девчачьи, очень милые. Можно их наклеивать, можно использовать как закладочки. То есть это вот такие вот отрывные стикеры. Очень люблю вот такие вещи. Следующее, что я заказала, это два набора вот таких стикеров. Называются они Rainbow Market Sticker. Тоже корейские. И сейчас покажу вам поподробнее. Ссылочки, конечно же, на все оставлю под видео. Потому что у нас подобного плана стикеры, во-первых, не найти. Во-вторых, если они где-то и продаются в книжных, но они стоят очень дорого. И вот эти вот идут они уже как пленка. То есть на них можно маркером писать. Вот такие разноцветные. И тут уже они идут тематические. Вот этими, например, можно зимой украшать, когда Новый год. Пометки делать. Здесь уже лето. Кружочки, какие-то напоминалки себе ставить. Здесь вот про путешествия. И здесь вот такие вот. Очень милые. Мне понравились. Я сразу две заказала. Была хорошая цена. Следующие стикеры. Тоже они похожи. С предыдущими они тоже идут как пленочка. Здесь уже идут разные надписи. Например, смотрите. Spring, самочек. Что-то нужно проверить. Распродажа. В общем, разные-разные пометки можно делать на полях. Виш-лист. Особенно для подростков, мне кажется, это вообще очень классно будет. Девочкам особенно. Очень милые картинки. Так что заказывайте и украшайте свои дневнички. Очень клевые. Рекомендую вам. Особенно пятибуки, если будете украшать. Ваш дневник будет с вами 5 лет. И вот такая красота будет на его страничках. Это вообще очень круто. Следующие стикеры, которые я заказала. Тоже корейские. Они тематические. Здесь на развороте указаны, какие здесь наклейки. И это уже наклейки. Они сделаны как марки. Очень круто. Я заказывала два набора у разных продавцов. Первые стикеры, которые я заказала, они идут на тему Алиса в Стране Чудес. Все про Алису. Покажу сейчас поближе. Вот видите. Идет тематика викторианской Англии. И также изображены персонажи книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Чеширский кот. Шляпник. В общем, много-много разных красивых марок. Но это, естественно, же не марки, а стикеры, наклейки. Но поскольку я очень люблю Алису, я не могла такую красоту себе не купить. И еще стикеры, которые я заказала, приходят они вот в таких конвертиках. Сразу в почтовый ящик. Это я уже заказывала у другого продавца. Уже три вот таких наборчика. И это уже по странам. Первый наборчик это у нас «Франция». Давайте разверну, покажу вам поближе. Такими марками, наклейками очень классно свои тревел-буки украшать. Где-то, если вы были в путешествиях, тем более, если, например, в Париже, во Франции, то это вообще очень здорово. Ну и просто можно. Они очень красивые. Следующие. Это у нас идет «Италия». Тоже покажу. И наклейки, они такие именно сделаны винтажные. То есть есть такие как бы состаренные. Венеция. Венеция. Флоренция. Очень красиво даже есть, как карта Италии. И еще один наборчик стикеров. Это уже «Великобритания». Тоже очень мне понравилось. То есть получается, что здесь раскладка на 4 листа. И в каждом листе по 20 марок. То есть получается 80 марок наклеек в каждой упаковочке. Это уже у нас идет «Великобритания». «Биг Бен». Очень классные. Я обожаю «Великобританию». Лондон. Никогда там не была, но очень люблю. Вот. И еще что я вам покажу. Заказала я. Пришло тоже в почтовый ящик. В конвертике. Заказала я вот такие вот маленькие винтажные конвертики. Посмотрите, какая прелесть. Особенно девочки, которые занимаются скрабукингом. Это вообще просто. Также вот эти маленькие конвертики вы можете сами сделать себе ежедневник. Приклеиваете их на листочки. И можно в этих маленьких конвертиках хранить что-то памятное. Посмотрите, какая красота. Тоже они такие вот сделаны из такой серой бумаги. И давайте сейчас я вам по размеру скажу 10. 10. И высота 7,5. То есть 7,5 на 10. Вот. И здесь сейчас скажу сколько штук. Здесь 20 штук. 20 или 25. Вот. И они разные идут. Видите? То есть не одинаковые. Прага. Париж. Разные варианты. Вот. Вот такие вот конвертики классные. Тоже можно в подарочки вкладывать, например. На этом все. Очередная часть моих покупочек закончена. Покажу, конечно же, вам еще. Если обзор понравился, то ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok